Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Древние римляне оставили о себе множество упоминаний. Среди них и эта фраза, ставшая крылатой – «Карфаген должен быть разрушен». Фраза, которая стала символом непоколебимой решимости покончить с чем-то, что невозможно терпеть. Но если позволить продолжить эту игру слов, то когда речь идет о столице Кишиня Молдовы, похоже, что целью разрушить то, что строилось долгими десятилетиями, поставили перед собой те, от кого кишиневцы ждали иного, а именно развитие комфортного обустройства городской жизни. Никакой политический призыв по своей силе не сравнится сегодня с глубоким разочарованием простых кишиневцев. Десять лет разрушений и грабежа – примерно так сегодня характеризуют жители столицы итоги работы столичного мэра Дарина Киртуака. Почему это стало возможным и что должно поставить точку в истории разрушения молдавской столицы Кишинева? Поговорим с муниципальным советником Станиславом Бартаняном. Здравствуйте! Добрый день! Грядущий референдум уже оброс целым рядом, скажем так, мифов. Потому что то, как воспринимают кишиневцы сегодня плебисцит, поталкивает нас, журналистов, к мысли о том, что не всем достаточно понятно, чем по сути должно явиться это событие, что должно произойти. Ну, например, миф такого рода, что референдум – это продукт воли партии социалистов Республики Молдова, исключительный политический проект. Хотя, тем не менее, я понимаю, что ведь речь идет не о жителях с партийным билетом ПСРМ, а о жителях столицы вообще. Вот ваше мнение относительно вот этого мифа? Ну, давайте начнем с самого главного мифа, который сейчас продвигают некоторые наши оппоненты политические и некоторые общественные деятели. Их все меньше и меньше, но, тем не менее, они есть. Самый главный миф, который сейчас некоторые еще продвигают, заключается в том, что якобы Киртуака уже отстранен, его уже практически нет ни в примарии, ни в общественной жизни, что он уже практически растворился. И зачем проводить референдум? Ну, на этот миф у нас вопрос очень простой. Дело в том, что либеральная партия, которая все эти годы находилась в альянсе с демократами, мы видим, что за последний год-полтора она уже практически была вытеснена за рамки властной политической жизни. Демократы, грубо говоря, утилизировали либеральную партию и в том числе утилизировали Киртуака. Но, но, сегодня они используют Киртуаку для того, чтобы контролировать примарию. И контролируют они его очень простым, примарию очень простым способом. Путем махинации через уголовные дела и путем назначения своего человека на должность примара. Таким образом, если не организовать, если референдум не проходит, то Киртуака может находиться в состоянии следствия без вынесения уголовного решения по суду бесконечно долго. И он будет и будет находиться до 2019 года, а в это время Сильверадо будет исполнять обязанности примара. Это именно нужно демократической партии. Более того, миф номер два о том, что все-таки давайте, может быть, лучше сам Дарина Киртуака подаст в отставку. Что у него якобы есть еще остатки достоинства и совести. Я не буду вдаваться в морально-этический аспект этого дела и давать оценку Дарине Киртуаку с человеческой точки зрения. Я всего лишь скажу, что я уверен на 99%, что Дарине Киртуаку просто не дадут подать в отставку самому. Потому что в момент, когда Киртуака подает в отставку, запускается процесс досрочных выборов. И Сильверадо вновь перестает управлять городом. То есть будет включен счетчик до выборов 2-3 месяца, до весны 2018 года. И после выборов уже Демократическая партия, скорее всего, не будет контролировать премарию. Потому что все эти годы в Демпартии не было ни одного кандидата, который мог бы победить на выборах. И мы знаем, какой большой антирейтик у Демпартии. Поэтому это два главных мифа о том, почему все-таки референдум должен пройти. Или наоборот, почему до сих пор этот референдум стоит на повестке дня. Что касается политической составляющей, мы об этом говорили неоднократно. Я и в этой студии говорил, и мои коллеги говорили. Но смотрите, более 80 тысяч человек подписались за отставку Дарина Киртуака. Все мы, кишиневцы, ежедневно ходим по улицам города. Мы видим, что творится в столице. И мы видим, во что она превратилась. К сожалению, как вы сказали, Карфаген должен быть разрушен. Следуя вашим аллегориям, я могу сказать, что Кишинев уже, образно говоря, разрушен. И новому примару, который, я уверен, будет избран на досрочных выборах весной следующего года, придется сделать очень многое, очень большие реформы. И добиться того, чтобы все-таки поставить город на дорогу поступательного развития вновь. Потому что очень много, очень сильно запущена ситуация в столице. Начиная от администрации города, от коррупции, и заканчивая градостроительной политикой. Ситуация в муниципальных предприятиях, финансовая ситуация, бюджетом столицы, которые имеют большую дыру и так далее. Поэтому, отвечая на ваш вопрос коротко, вот это лишь некоторые два-три мифа, которые сейчас есть в общественном пространстве. Я думаю, люди должны понимать, и я уверен, что наши телезрители понимают, что тот момент, то время, когда обвиняли организаторов референдумов, что это какой-то партийный референдум, уже давно канул в лету, люди уже прекрасно понимают, что сегодня референдум – это последний и единственный способ для кишиневцев показать свое достоинство, показать то, что мы, кишиневцы, не согласны с тем, чтобы отменялись выборы, мы не согласны с тем, чтобы грандоначальников назначали, исполняющих обязанности грандоначальников, назначал другой исполняющий обязанности грандоначальника, господин Грозал, который до этого признался в судебной инстанции в том, что он, в принципе, соучаствовал в одной из главных грабительских схем с парковками. Поэтому, если у кишиневцев, а я знаю, что у кишиневцев есть достоинство, кишиневцы прекрасно понимают, что происходит, они не оставят это так, и выйдут 19-го числа, и все-таки своим присутствием на референдуме выскажутся и скажут власти, в первую очередь, демократической партии, что нельзя так вытирать ноги граждан, о горожанах. Вот в пользу утверждения о том, что референдум — это не политический проект, мне кажется, говорит еще и тот факт, что вначале существовало даже несколько инициатив от гражданских сообществ, и даже то, что на одном из заседаний Кишиневского муниципального совета практически все фракции высказались за этот референдум, то есть поддержали идею референдума. То, что дальше произошло, это, конечно, уже на совести этих как раз и муниципальных советников. Есть еще такое утверждение, которое достаточно устойчиво сегодня обсуждается кишиневцами, о том, что либералы, они являются, ну не знаю, так сказать, фигурантами такой ужесточенной борьбы с демократами в рамках или в стенах Кишиневской мэрии. Вот есть ли аргументы, которые могли бы разбить этот миф достаточно точно и четко, то есть емко. Вот смотрите, ведь говорится о том, что именно, будем говорить, преследуют Киртуака судебные власти, которые подконтрольны Демпартией. Вот посмотрите, что происходит, говорят сторонники Дарина Киртуака. На самом деле что? Нет, ну слушайте, если они и преследуют, то они должны его судить за те дела, которые есть, и плюс определенное количество дел, которые есть еще и на полке, которые даже еще не взялись. Говорят разные цифры, от 300 до 600. Ну да, мы помним наш экс-премьер-министр Филат еще озвучил цифру, когда уже практически стоял в парламенте в наручниках, и когда обратился к Михаилу Гимпу, чтобы тот не очень сильно смеялся, улыбался, потому что премария будет следующей. Так и произошло. Мы видим, что демократы и либералы наоборот, наоборот, тот факт, что Гитарина Киртуака выпустили, говорит о том, что у них есть договоренность. Тот факт, что Киртуака не выходит на дебаты, тоже говорит о том, что ему сказали сидеть тихо. Мы неоднократно говорили о том, что Киртуака шантажируемая персона, тем более сейчас. Мы должны понимать, что если референдум проваливается, то есть два пути, что будет дальше. Наиболее вероятный путь, это то, что, как я уже говорил, Киртуака будет в таком подвешенном состоянии еще бесконечно долго, чтобы Сильвераду спокойно работала для властей, поднимала им рейтинг, и в том числе, возможно, была одним из, если не главным президентом Демпартии на будущих выборах 2019 года. Второй путь, это если в результате каких-то договоренностей между Гимкову и Плохотнюком Киртуака оправдают, и он возвращается в премарию. Такое тоже возможно. Но определенный сигнал уже был получен, когда его освободили из-под домашнего ареста. Поэтому мы должны понимать, что единственный способ поломать всю эту схему, весь этот цирк, весь этот театр, который устроили с арестами, всех арестовали, снесли, никого обезглавили полностью премарию. И потом по одному их начали выпускать, после того, как каждый признался в том, что готовилась такая мошенническая схема. И один из главных фигурантов мошеннической схемы, я повторюсь, человек, который подписывал контракт по Park Life System, который, собственно говоря, и узаконил вместе с Киртуака и Гомрецким. Министр Газабу каким-то образом, ссылаясь на закон ГИМП, который был принят в прошлом году, назначает Сильвераду ИО, вице-примара, но более того, передает полномочия генерального примара ни с того ни с сего. Это плевок в сторону кишиневцев. Мы с вами, дорогие телезрители, мы с вами, кишиневцы, мы выбираем градоначальника. По Конституции мэр-примар, примары в Молдове избираются людьми, не назначаются. Я ничего не имею против той или иной кандидатуры. Возможно, Сильвераду, она хороший менеджер, эффективный менеджер. Руслан Кадриану может быть эффективным менеджером. Тем не менее, сейчас в Конституции, сейчас в избирательном законодательстве мэры города избираются людьми. Им становится человек, который получает наибольшее количество голосов. Мэр города не может быть человек, которого назначает обвиняемый, проходящий по уголовному делу, другой человек. Также не избранный нами. Поэтому, еще раз, все должны понимать, что то, что произошло, это плевок в лицо кишиневцев, либо это полное игнорирование. Поэтому, те, кто говорят о бойкоте, я их просто не могу понять. Как простой кишиневец, не могу понять. Бойкот не идет на руку ни социалистам, ни либералам, ни кишиневцам. Бойкот идет на руку только одному бенефицару. Тому бенефицару, который посадил в кресло исполняющего обязанности примара Сильвераду. Кому? Властям. Кому? Демократической партии. Поэтому, вне зависимости от политических пристрастий, те, кто правый, левый, и мы видим в последние дни очень много не только левых комментаторов, политиков, общественных деятелей. В последние дни буквально, особенно после назначения Сильвераду, интернет взорвался. Те, кто придерживаются правого взгляда, проевропейские, прозападные, те, которые поддерживали даже Киртаку, поддерживали Майсану, Настаси, других прозападных, проевропейских политиков, даже те комментаторы, многие, выступают за то, чтобы нужно выходить на референдум, вне зависимости от того, кто выиграет весной. Весной могут участвовать любой человек. Но сейчас игнорирование референдума, это просто признание того, что в этой стране уже ничего нельзя изменить, и признание того, что граждане этой власти и вообще граждане не нужны. Давайте просто будем сидеть, смотреть телевизор, развлекательные программы, а власть будет сама решать, кого ставить, кого увольнять, где воровать, как воровать, что делать и так далее. Да, не разделяю абсолютно то, что вы говорите, но тем не менее, вернемся к персоне, которую мы обсуждаем. Это же чиновник, столичный мэр. Чиновник, который обличен определенными полномочиями и обязанностями. И сегодня на этого чиновника заведено порядка, скажем, возьмем минимум 300 уголовных дел, нарушений. Ну, заведено два уголовных, а говорят, что у него есть готовый, на его или его команду есть готовый. Допустим, два сегодня в работе или на столе у прокуроров и у судей. Одно по парковкам, я извиняюсь, что перебиваю, и второе по тому, как он незаконно выдал процедуру выдачи квартир полицейским, где, как говорят, вместо квартиры выдавали деньги, там по 30-40 тысяч, и, как говорят, тоже по некоторым данным, 50 тысяч откат. То есть все перешло в личку. Ну, получается, что это все, все дела с коррупционными составляющими. Понятно, что здесь, ну, и они явно не единственные деяния столичного мэра. Тем не менее, вот получилось так, что вы освободили из-под домашнего ареста. Насколько это было неожиданно для вас? Насколько это можно было спрогнозировать? И, в общем, как вы думаете, с какой целью был освобожден Дорин Киртуак? Ну, смотрите, мы неоднократно говорили о том, что такой сценарий может быть. Вы можете поднять любые выступления мои или моих коллег по фракции, или главы фракции Иона Чибана, где неоднократно мы говорили о том, что в любой момент Дорина Киртуака могут выпустить. И это может быть частью договоренности ГИМПу с демократической партией. И так оно и произошло. Другое дело, что когда он обещал Киртуака еще во время следствия, он обещал, что он выйдет, заговорит и будет обсуждать референдум. К сожалению, как он вышел, он поджал хвост и сидит и ничего не делает. Только снялся в ролике. Зачем его освободили? Опять-таки, я уверен, что это договоренность либералов с демократами. Причем договоренность заключается в том, чтобы он мог выйти и демотивировать свой электорат, как минимум, чтобы они не выходили на референдум. Самая главная задача властей, самая главная задача демократической партии сегодня это то, что люди не вышли на референдум. Поэтому, если мы знаем рейтинг демпартии в городе, мы знаем, что один муниципальный советник, например, у социалистов 19, у других 5, 3 и так далее, у демпартии один. Причем количество денег огромное, которое было потрачено партия власти на прошедших местных выборов. Поэтому я не знаю, кто может, осознавая то, что бойкот или не выход на референдум, поможет им партии, кто может согласиться на такие условия. Я не знаю, кто может, видя то, что творится 10 лет в городе и понимая, что этому можно положить конец раз и навсегда и запустить процедуру новых выборов, оставить все на самотек, чтобы власти приобрели к себе к рукам при море. И в этой вот мутной воде с исполняющими обязанностями продолжали мутить коррупционные дела. Кстати, по поводу исполняющих обязанностей, я вот недавно написал пост. Буквально несколько дней назад в садике, в одном из садиков опять-таки были тараканы, черви, в гречневой каше. Скажите, история с продуктами питания, который продолжается, ни один чиновник не уволен. Более того, к примеру, человек, который занимался тендерами по питаниям на уровне муниципе, господин Фляш, не просто не уволен, он до сих пор является исполняющим обязанности главы управления образованием. Так вот, в этом садике исполняющий, то есть директор, руководитель садика тоже ИО, исполняющий обязанности. Я написал, сегодня и последние 10 лет символ Киртуака это ИО, исполняющие обязанности. Почему? Потому что все люди, которые руководили городом на всех ключевых должностях, они в РИО, временно исполняющие обязанности. Почему? Потому что он их назначал лично, без конкурсов. Это все его люди, одноклассники, друзья, однопартицы. И вот таким образом, вот в подвешенном состоянии, когда можно мутить водой, то есть человека ничего не спросишь. Дошло до того, что у нас сегодня, у нас три исполняющих обязанности, два, да, гроза, непонятно. Исполняющих обязанности вице-примара, у нас исполняющие обязанности якобы генерального примара, у нас исполняющие обязанности претеров, начальников управления, у нас даже исполняющие обязанности директоров детских садиков. И нам предлагают сегодня не идти на референдум и оставить всех в подвешенном состоянии до 2019 года. Когда уже весной следующего года мы можем всему поставить точку, выйти на новые выборы, при том, что если референдум мы отстраняем Дарину Киртаку, он уже не может участвовать, уже будет новая власть, новый генеральный примар, который изберут жители, и уже не будет никаких исполняющих обязанностей, уже нормально пойдет процесс выбора чиновников на ключевые посты через конкурсы и так далее. Хотелось бы, конечно, соронизировать, что и в нашей стране нет ничего более постоянного, чем временное. Но такая шутка с печальным подтекстом. Сегодня хотелось бы, чтобы это все обрело финишные формы, чтобы мы вышли на какую-то последнюю стометровку в этой истории и начали писать новую страницу в истории Кишинева. Но вот относительно того, как повели себя так называемые оппозиционные правые партии. Ведь вначале, как мне показалось, достаточно сводышевленно была принята инициатива, и была встречена инициатива по организации такого референдума. Высказывались, говорили, что интересно, поддержим. Но потом в итоге что получилось? Оказалось, что они не настолько самостоятельны в своих решениях. Потом ведь мы видим, что правые партии сегодня выступают с заявлениями относительно того, что готовы бойкотировать, что на референдум не нужно идти, что это все так или иначе политические разборки. И в этой ситуации, ведь вы понимаете, есть тоже свой избиратель и люди, которые, возможно, будут рассуждать политическими категориями, а не категориями спасения города, категориями того, что во главе города должен быть хозяйственный человек. Без спортбилета достаточно просто быть тем, кто заинтересован в развитии города, ну, как в собственном развитии. Потому что развивая город, развиваешься сам, развиваешь свое дело и получаешь признание, получаешь, ну, будем говорить, даже такой мандат доверия и на будущее, что ты сумел реализовать лучшие свои планы, лучшие надежды тех, кто за тебя голосовал. Ну, вот если вернуться, опять же, к вопросу, правые партии сегодня, их роль в том, как идет предвыборная вот эта ситуация, ситуация в ожидании референдума? Ну, смотрите, как политолог я могу сказать, и есть такое мнение, что правые партии вот в данной ситуации подыграли плохотнику, демпартии. И можно сказать, что, опять-таки, как вот некоторые говорили, что партия достоинства, и платформа да, достоинство и правда. Платформа да, и партия Майя Санду, как говорят, они уже репетируют будущий альянс демпартии после парламентских выборов. Таким образом, они решили не вмешиваться в этот референдум, чтобы позволить демпартии и дальше держать контроль над премарией. Это вот с точки зрения политтехнологической и политологической. Но, с точки зрения политической, а именно борьбы за город, за власть, за ресурсы, за ресурсы именно медийные, за возможность показать, на что ты способен, за возможность продвигать свои идеи, за возможность бороться за своего избирателя, я не понимаю ни Майя Санду, ни Андрея Анастасии. Любой политик, любая политическая партия, ее задача, ее цель прийти к власти, как на местном уровне, как на центральном, для того, чтобы внедрять ту программу, те обещания, которые ты даешь перед избирателями. Реализовывать свое видение развития страны, развития города, развития столицы. Если ты планомерно и намеренно отказываешься от борьбы, от политической борьбы, а это именно мы видим со стороны Андрея Анастасии и Майя Санду, которые, собственно говоря, своей позиции ни туда, ни сюда сказали, что мы не участвуем, таким образом мы практически отказываемся от борьбы, в том числе за досрочные выборы. Ну, таким образом, можно сказать, что они решили сказать пас и сказать пас, да? Они решили не попробовать свои силы на местных выборах, подосрочных в весной 2018 года, годы, которые могли быть прекрасной репетицией перед парламентскими выборами. Но, к сожалению для них, и они должны это понимать, свято места пусто не бывает. И уже сегодня мы видим сигналы, и буквально вот сегодня один из гражданских активистов, Сергей Тафилат, эксперт по энергетике, призвав людей все-таки выйти на референдум вне зависимости от политических пристрастий и от того, что будет потом, более того, и мотивировав тем, что за город, за столицу тоже нужно бороться, нельзя ее отдавать в руки Демпартии. И более того, он заявил о том, что если референдум состоится, он готов выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра. Таким образом, явно намекая, в том числе и Майя Сандрина Андрея Анастасия, потому что мы знаем, мы понимаем и знаем отлично открытую позицию Сергея Тафилата о том, что он человек более проевропейский, прозападный. Он им как бы намекает, что если вы будете, грубо говоря, теряться, если будете вести себя как ни рыба, ни мясо, на место политиков, которые могут занять место генпримара, которые могут выдвигаться, придут другие молодые политики. И кроме Тафилата есть целая плеяда молодых ребят, в том числе и среди муниципальных советников, и тоже Руслан Кадряно, тоже Виктор Лутенко, тоже общественные общественники, и Виталий Спринчаны, и Виктор Керонда, который учится сейчас в Европе, в том числе на урбанистике. То есть я к чему говорю? И вот эти моменты, вот последняя неделя-полторы, когда правый фланг, образно говоря, проевропейски настроенные общественники, люди, к которым прислушиваются, которые выступают на телевидении, они заявили, что все-таки надо бороться, несмотря ни на что. Забудьте о том, что кто анистрировал. Самое главное, что более 80 тысяч человек хотят избавиться от мэра, нужно поддержать, потому что 10 лет мэр уже доказал, что он ни на что не способен. Так вот, буквально вчера или позавчера Майя Санда уже немножко изменила свою риторику. Она больше свою риторику сопоставила с риторикой Андрея Анастасии. И сказала, что уже не так категорично была. Она сказала, что, ну, в принципе, если кишиневцы решат, что надо идти, это их мнение, каждый должен решить для себя. И это хорошо, потому что, как бы то ни было, наша общая задача сегодня, чтобы референдум состоялся, разбить схему Демпартии и либералов, чтобы вышли как можно больше кишиневцев, вне зависимости, опять-таки, левые, правые, прозападные, правосточные, за любую партию. Вот вы выходите и просто оцениваете работу Примара. И вот это очень хорошо, что в конце концов и Майя Санда, и Андрей Анастасий постепенно-постепенно смягчили свою позицию. Позиции и поняли, что просто так терять и отдавать, ну, такую возможность политической борьбы, это немножко политически недальновидно. Учитывая то, насколько серьезный будет следующий год с точки зрения выборов, у нас, нам предстоят, я надеюсь, этот референдум состоится, через два дня мы все-таки сместим Киртака и отправим его в политическое небытие. Так вот, в следующем году нам предстоит пройти через два раунда серьезнейший выбор. Первый – это кишиневские выборы мэра, очень серьезные. Мы все прекрасно понимаем, насколько с точки зрения политик, политическая составляющая. Ну, это не зря говорится о том, что кто владеет кишиневым. Да, огромный ресурс. И мы прекрасно помним, с чего начался подъем либеральной партии и приход в парламент. С 2007 года, когда Дарин Киртака выиграл выборы. И, конечно же, парламентские выборы. А тем более для таких партий, как партия Майя Санду и Андрея Анастасия, которые новые партии, которые еще не участвовали в парламентских выборах, отказ от столь важных местных выборов – это смерти подобно. Поэтому я уверен, что они пересмотрят свою позицию сразу после того, как в понедельник мы проснемся с тем, что Дарин Киртака официально, голосами 170-180 тысяч человек отправлен в отставку. Но для этого нам надо всего лишь потратить полчаса своего времени, пойти на избирательный участок. Ну, я думаю, мы еще поговорим по технологии, как это, что нужно сделать. Я хочу сказать, что, в общем-то, отчасти этой надежды будем жить в ближайшие сутки. Но, тем не менее, да, в смягчившейся риторике лидеров партии ПАС и ее платформы звучит некая надежда, но, тем не менее, все, ведь перед этим было высказывание о том, что вот референдум сам по себе выгоден и социалистам, и демократам. Как ни странно, вот звучали и такие утверждения. И поэтому, опять же, становится удивительным, почему-то вот такое противоречие. И раз это выгодно, например, социалистам и демократам, то тогда почему вы блокируете, то есть почему вы заявляете о том, что не пойдете на референдум. И вот этих противоречий сегодня намоталось вокруг референдума огромное количество вариантов. И с кем сегодня не разговариваешь, будучи журналистом, когда общаешься на улице, берешь интервью, то слышишь, и, во-первых, можно сразу поделить кишиневцев, мы будем говорить, так сказать, на две категории. Первая категория, кто реально, смело говорит, я готов, я пойду, я проголосую, я знаю, наша задача не стоит в том, чтобы узнать, каким будет его голос, за или против отставки. Но, тем не менее, уже мы видим такую заинтересованную позицию кишиневца. И вторая часть кишиневцев разочарованная, которая, ну, знаете, такая у нас, мы уже привыкли к таким диванным оппонентам, которые говорят о том, что, ну, а зачем вообще нужно идти на референдум? Даже повторяют вот эти вот утверждения о том, что будут потрачены зря деньги, и это все из казны, и опять мы платим. Зачем нам нужно идти на референдум для того, чтобы сместить одного киртуака и поставить на его место другого киртуака? То есть, ведь даже в самой рокировке люди увидят, что, в принципе, меняется только владельцы схем, а схемы пытаются сохранить. Ну, вот в том-то и дело, что рокировки-то нету. Вот сейчас как раз произошла рокировка. Демократы убрали либералов и поставили своего человека. Вот это рокировка, это первое. Второе, вы говорите, что они говорят, это выгодно там социалистам и демократам. В действительности надо говорить о том, что результаты референдума их может быть два. Да? Очень просто. Либо референдум успешный и киртуак уходит в отставку, и это выгодно не социалистам, не демократам, не Майя Санду, не Настазе, никому. Это выгодно кишиневцам. И это главное. Почему? Потому что кишиневцы получают возможность проголосовать, выйти на выборы досрочные и выбрать своего нового примара. Если же референдум проваливается, как они говорят, что кому выгодно, это выгодно только одной партии. Это выгодно той партии, партии власти, демократической партии. Почему? Потому что, в отличие от нас, кишиневцев, то есть, целители должны понимать, демократическая партия и власть уже выбрала своего кандидата, они уже поставили своего кандидата на должность. Поэтому, для нас, для кишиневцев, это единственный способ поломать всю эту схему. Ведь вы поймите, все эти уголовные дела, за эти уголовные дела в любом цивилизованном государстве, уже давным-давно, и Киртуака, и Гомрецкий, и все остальные, кто в этом участвует, уже сидели бы. У нас же все прошло по стандартной схеме. Украл, признался, вышел обратно на свободу, пошел на свою должность, и еще, кроме того, что пошел обратно, вернулся в свою должность, после признания, да, всего этого, он еще и назначает другого мэра со стороны в обход того, в обход жаления людей. Поэтому, поэтому, настолько важно понимать, что от провала референдума выигрывает только один политический игрок, демократическая партия. Понимаете? Все, больше никто не выигрывает. Ни социалисты, ни кишиневцы, никто. Либералы на сегодняшний день, они не выигрывают, выигрывают, в любом случае, либералы сегодня, это 0,5%, да, в рейтинг, два, это практически любой либерал, который был в премарии, или в парламенте, это человек шантажируемый, и у него два пути, либо он пишет заявление в демократическую партию, как уже половина советников и чиновников премарии, либо он садится в тюрьму. Как должно быть. Как должно быть. С цивилизованным. Да, но у нас почему-то люди, которые воровали велосипеды Виталий, по фамилии Стойчев, возвращаются в Кишинев, еще 4-5 лет назад, живут несколько лет со своим другом Киртуаком, дарят ему квартиру, попадают на хлебную должесть, и теперь у этого человека полторы тысячи квадратных метров дом, несколько машин класса люкс, небольшой самолетик, небольшая яхта, и человек, который хотел нас обуть на 25 лет с парковками, товарищ Гомрецкий, он не только не сел в тюрьму, он вышел из тюрьмы и продолжает ходить на курсы пилотирования, потому что ему нужно научиться водить, летать на своем самолете. А вы, кишиневцы, сидите дома, вот они что предлагают нам. Они выпускают воров, которые грабят нас, кишиневцев, назначают своих людей, а вам говорят, нет, 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 не хотите, потому что это вот дриферендум нужно социалистам. А мы тут будем сами назначать, человеку дают, я просто, ну где в мире такое возможно, человеку дают пакет с деньгами, взятку на видео, так он, его отпускают, и он спокойно себе в соседней стране фотографируется, улыбается нам в лицо и говорит о том, что передаю вам привет из элитного спортивного клуба. Да, реалии сегодняшней жизни. Это про Киренчука, экс-министр. Да, я понимаю. Сегодня, смотрите, в нашей политике очень даже, то есть вот этих противоречий, которые надо будет, наверное, как-то разобрать в процессе не просто каких-то политических шоу, это должно быть какой-то системной работой государства, потому что эти противоречия сегодня сложились в, знаете, вот если принято говорить экономика или часть экономики, государство образующее, а у нас сложились политические противоречия, которые создают, знаете, государство разрушающую систему, и у нас сегодня дети учат историю, которая, ну, никак их не стимулирует еще называть себя молдаванами, быть патриотами, потому что сегодня и акценты в определении, что такое патриотизм настолько сменились, что сегодня патриотизм это знак равенства быть адептом совершенно другого государства, и вот многое из этого, наверное, и проистекает, потому что вот эти смещенные акценты сегодня, например, и в обсуждениях того, чем, по сути, должен и обязан и может стать референдум по отставке Дарина Киртака. И ведь то, что вот вы упомянули, что либералы считают, что вот к власти рвутся социалисты, надо прибрать город к рукам, вот не получалось раньше, хотя прекрасно, если разобрать технологию того, как был избран Дарин Киртака в тот или иной раз. Вот то, что вы сказали, опять-таки, нам нельзя ни в коем случае опускать руки и мириться. Каждый раз, когда власти идут на вот эти схемы, комбинации, то сейчас они уже просто не боятся, они просто вот такие, знаете, как наперстки. Посадили, выпустили, поставили, быстренько назначили, все. Если мы будем каждый раз позволять им это делать, то чем дальше, тем ставки будут увеличиваться. Они уже через Конституционный суд меняют, что хотят, они уже в парламенте делают, что хотят. Теперь единственное, одно из немногих вещей, где еще в Кишиневе мы можем что-то избирать и что-то менять, они сейчас надеются, что кишиневцы положат руки, как бы сложат руки и перестанут заботиться о городе и перестанут надеяться на то, что что-то им могут изменить. Нет, я считаю и мы считаем, что изменить вещи еще можно. Нужно бороться. Если не бороться и просто жаловаться, не сдвинется место с мертвой точки. И здесь нет никакой политики. Мы неоднократно говорили, что за два с половиной года наша фракция, 19 человек, пожалуйста, вот кто, любой из аналитиков, политиков, любой из других фракций, покажите нам хоть один проект наш, где была какая-то политическая составляющая. Нету проектов. У нас были в основном только социальные проекты и проекты, связанные с улучшением транспарентности, внедрение различных электронных систем. Электронное голосование, электронный билет, документооборот, внедрение трансляций, социальные вещи, начиная от проблем, страшнейших проблем, которые не отлагательства, от того, чтобы... Очень много работали, я так понимаю, на тему ЖКХ. ЖКХ, надбавки к зарплатам маленьким в детских садах, борьба с этими страшными проблемами с питанием и так далее и тому подобное. Разница в счетах для малообеспеченных людей, для отопления и так далее. Много было проектов, но нигде не было политических, ни одного проекта. Более того, не было ни одного проекта, который хоть на секундочку могли кто-то усомниться, и чином усомниться в том, что проект, за который голосовали социалисты, несет свою коррупционную составляющую. Но сейчас не время об этом говорить. Почему? Потому что сейчас не предвыборная кампания за социалистов или за кандидатов социалистов, который будет в будущем году. сейчас наша задача разорвать эту схему, когда путем, опять-таки, путем манипуляции город лишает, нас с вами лишает выборов. И самое главное, я, наверное, еще обращусь к жителям, но в любом случае, мне кажется, самая большая проблема это непонимание. Некоторые жители не понимают все-таки, почему нужно выходить. Вот те, кто сейчас видит, я надеюсь, как хоть как... Вот сейчас у вас есть возможность именно с таким обращением выступить в адрес кишиневцев. Почему нужно выйти? Что должно стать главным мотивом, что является за то, чтобы прийти и проголосовать? Да, уважаемые кишиневцы, главный мотив, почему я призываю вас выйти завтра, послезавтра, в воскресенье, на референдум, это то, что вы должны просто для себя ответить на простой вопрос. Нравится ли вам, как сегодня выглядит кишинев? Нравится ли вам, как за эти 10 лет управлялся кишинев? Что вы видите вокруг себя? Видели ли вы город таким много лет назад, когда Киртуака только пришел к власти? И вы должны понять, что вы не выбираете ту или иную партию сегодня, вы не заголосуете за того или иного примара. Вы сегодня всего лишь ставите оценку, городоначальнику Дарине Киртака. И более того, и это еще даже важнее, вы сегодня вашим появлением на референдуме, вашим волеизъявлением, вы ломаете схему властей. Власти путем махинации, манипуляции лишают вас, кишиневцы, выбора. Они переходят к назначению прямому мэра. Я очень надеюсь, я как кишиневец не хочу, чтобы за меня решали, кто будет моим городоначальником. Я не хочу, чтобы путем подмены, чтобы путем уголовных дел и наперстков, кого всех посадили, потом всех выпустили и в итоге один из человеков, которого посадили, он назначает другого. Я не хочу, чтобы так со мной поступали. Я уверен, что ни один кишиневец не хочет, чтобы его считали за аморфное нечто, которое просто не нужно никому. Поэтому, сегодня, для нас, последний шанс поломать эту схему, чтобы кишиневым управлял человек, которого выберете вы, вне зависимости от политических предпочтений, это выходить на референдум и просто дать оценку вашему примару, нашему примару, который привел город к тому состоянию, в котором он находится сейчас. Какое это состояние, хорошее или плохое, насколько город цивилизован, насколько город европейский, как он говорит, насколько вам нравится, кто, как работают наши детские сады, насколько вам нравится, кто, как работают наши поликлиники, городские, муниципальные, насколько вам нравится голосительная политика, насколько вам нравятся ваши детские площадки и те новострои, которые в ваших дворах построены. Если вам все это нравится или не нравится, выходите на референдум, потратьте всего лишь полчаса вашего времени, 40 минут, мы по 40 минут каждый день тратим в пробках из-за того, что в премарии Дарин Киртуак не мог за 10 лет организовать движение в городе. Так вот, всего лишь 40 минут в день нужно потратить на референдум, выйти, взять паспорт, взять бюллетень и проголосовать. И, кстати, в конце мы не говорили, некоторые видели бюллетень и увидели, что там вопрос на вопрос-ответ за или против. Так вот, вопрос, надо быть очень внимательным, вопрос звучит так, поддерживаете ли вы отзыв Дарины Киртуака с должности, то есть поддерживаете ли вы его отставку. Так вот, я считаю, я буду делать так, а вам уже решать самим, но я буду делать так, я отвечу за, я поддерживаю. То есть те, кто считает, что Киртуака должен уйти и что мы должны прийти к досрочным выборам через несколько месяцев, должны ответить за. За отставку, за отзыв и Пентру. Ну а те, кто, в общем-то, еще сомневается и думает, идти или не идти, должен проанализировать, наверное, то, как действовали Майя Сандо и Андрей Анастасий. Сначала заявили о том, что не участвуют в референдуме, а теперь опомнились. Вот, чтобы не случилось подобное, когда спустя, то есть по истечении 19-го числа, уже 20-го начинают жалеть, что 19-го не были в избирательном участке. Спасибо вам большое за эту беседу. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Станислав Вартанян. Следите за эфирами, мы работаем для вас. Продолжение следует...